В региональном правительстве обсудили вопрос о жилищном строительстве Ивановской области. В этом году в эксплуатацию будет введено 220 тысяч квадратных метров жилья. Преуспевают строительство Иваново, Киниш, Матейково, Шуя. Больше всего новых микрорайонов за последние годы появилось в областном центре. Предпочтение, как правило, отдается комплексной малоэтажной застройке. Микрорайон Новая Илинка. Будет построено 27 домов общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. Клубный комплекс Гринвильд Парк по улице Акуловой. Планируется ввести 21 таунхаус общей площадью жилых квартир 22 тысяч квадратных метров. Коттеджный поселок Изумруд. Ведется строительство жилых домов общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. В этом году начато строительство микрорайона Просторный в городе Кохма. Общий ввод жилья составит порядка 132 тысяч квадратных метров. Ивановская мэрия ратует за строительство системной инфраструктуры. На экспертизе сейчас находится проектная документация для строительства второй очереди путепровода через Павловский овраг. Это как раз тот случай, когда для того, чтобы появилось что-то новое, нужно сломать что-то старое. Позволит сделать свободный выезд от улицы Большая Воробьевского на Богданно-Хмельницкую и дальше в перспективе на улицу Куконковых. Это позволит нам не только расширить дорожную инфраструктуру города и построить современную автомагистраль, но самое главное, мы сможем земельные участки изымать, которые там находятся частные дома, в дальнейшем возможность предоставления под как раз жилищное строительство. Во многом строительство жилья в регионе тормозит отсутствие свободных площадок с необходимой инфраструктурой. Из-за этого многодетные семьи не могут получить бесплатные земельные наделы от региональных властей. У нас помимо наших бюджетных средств есть еще федеральные программы, в которых мы слабо пока участвуем. Особенно программа Минрегиона развития, где есть выделение средств на условиях софинансирования, при том выгодных условий софинансирования для регионов по подключению инженерной инфраструктуры к зеленым площадкам. Строители просят ресурсоснабжающие компании о льготах, чтобы облгаз и водоканал снизил стоимость услуг на время работ. Однако на месте, прямо в здании правительства договориться не удалось. Но уступки строителям пока идут только поставщики электричества.